продолжаем делать калькулятор и сейчас мы сделаем одно очень простое действие как все знаете еще со школы 0 делить нельзя но если мы у нас вводим любое число да и делим после этого на 0 пишем равно у нас получается бесконечность infinity как бы если это курс высшей математики то это нормально но в принципе у нас тут ничего не должно появляться и для того чтобы реализовать это поведение надо перейти метод click equal то есть когда мы жмем равно у нас должно выполняться какое-то условие давайте здесь сделаем несколько пустых строчек напишем if тут будет какое-то условие и какое-то действие которое будет выполняться в скобочках и else тоже какое-то условие и так какой у нас должен быть if if у нас должен быть два условия чтобы второе число делитель был равен нулю и оператор у нас был знак деления так поднимаемся вверх по ходу есть он у нас условия до номер копируем его и вставляем вот сюда но но допущение у нас тут new number да то есть new number это второе наше число допустим если 3 разделить 0 разделить на 3 это нормально а если 3 разделить на ноль это нормально и в этом это не нормально и вот этот 0 который будет вторым это new number вот мы объявили эту переменную и записываем такие вот условия new number то есть у нас новое число вот равно нулю либо новое число пустое в принципе это 0 да и кроме того оператор у нас должен быть равен вот этому значение тоже копируем это отсюда копируем как видите тук тут две прямые черты это или а вот здесь нам надо добавить и это 2 м да скажем так так и вот тут у нас было значение равно то есть это присвоить а нам надо именно сравнить и сюда дописываем аналогичное условие кстати эту запись можно сделать короче подумайте как это можно сделать я пока оставлю так скажем так операция очень похоже на то как мы выносим множитель за скобки и так если у нас делитель равен нулю и операция у нас деление то будет происходить какое-то условие вот здесь и тут же если у нас новое число пустое значение и мы выполняем операцию деления то нам надо сделать следующее давайте пусть у нас будет тост да вам не послышалось именно тост вот тут вот в двойных кавычках давайте напишем сообщение на ноль делить нельзя и вот тут вот первое первый аргумент который идет до запятой это надо надо написать наши activity mainactivity.this так сейчас вы поймете как этот тост работает давайте запустим и проверим тост это можно перевести как всплывающее сообщение а почему тост ну потому что он по внешнему виду похож на тост кто-то так решил когда-то так запускается так эмулятор и приложение давайте 99 разделим на 3 будет 33 а если 99 разделить на 0 равно infinity и видим да у нас появилось такое сообщение смотрите еще раз 99 разделить на 0 равно вот на 0 делить нельзя вот так вот что мы тут можем поменять вот текст который у нас всплывает и вот такой вот аргумент то есть лэн шот можем это поменять на long сохраняем перезапускаем это скажем так время которое время которое будет наш тост находиться на экране на экране перед этим это был шот значение и сообщение на экране где-то одну или две секунды появлялась а когда long тут будет значительно больше секунд пять давайте 7 разделить на 0 равно видим да очень долго это сообщение находится на экране давайте поменяем на то которое было смотрите length пост и у нас тут всего два параметра long или шот оставляем шот так второй момент вот это вот условия до else после него идет скобочки и весь наш код нам надо так скобочку и вырезал обернуть в условие else вставляем сюда ниже иди текстом сохраняем и запускаем то есть если у нас выполняется условие когда делитель 0 и операция является деление тогда у нас только высвечивается вот это сообщение и больше ничего не происходит давайте проверим это еще раз так что-то у меня запустился эмулятор давайте посмотрим давайте 777 разделить на 0 равно видим да появляется сообщение но но делить нельзя но тут инфинити слова не появляется теперь мы давим 7 равно и вот 777 поделили на 7 получилось 111 то есть если мы случайно да там вбили 0 нажали равно то у нас выделось высветилось сообщение и мы поняли что надо ввести вторую цифру корректную вот так вот все это работает тут мы дописали всего вот эти три строчки кода и добавили одну вот эту вот скобочку внизу подписывайтесь на канал ставьте лайки как всегда код как всегда код этого приложения будет в телеграм канале всем спасибо за просмотр всем пока